смотрите какое красивейшее растение это еще видимо сортовой цветочек он переливается камера не передает этот цвет восковой тверденький цветоноса много растение хочет жить сейчас попробуем его спасать сам покажу в каком состоянии но ко мне прибыло вот его состояние точка роста сгнила полностью листочек этот вот отрывается хочет отпасть тургор листочков хороший на первый взгляд а что произошло с этой орхидеи ну понятно здесь по первым причинам все сразу видно ее видно поливали и вода попадала в центр роста ростовой листочек весь сгнил я начала зубочисткой ковырять немножко и оттуда какие-то букашки полезли вот видите она все сгнила она может выживет а может и не выживет ни цветоносов она больше не даст но зато она может дать мне прикорневую детку и те срезала все гнилое до живой части чешуйки постаралась убрала как могла а сейчас покажу чем я буду обрабатывать этот немножко еще вот видите пришлось убрать два листочка для того чтобы спасти точку роста нужно обработать перекисью водорода она должна хорошенько пошипеть вот такая перекись у меня водорода трехпроцентная она должна пошипеть и излишки я уберу ватный тампончик но убрать лишнюю влагу хотя это не вода но все равно у нее уже была такая ситуация вот орхидейки что она загнила из-за влаги поэтому не будем подвергать ее болезненным состоянием все перекись нам не нужна центр вот эту точку роста я зачистила теперь беру такой порошочек вот такой у меня порошочек вот он с антибиотиком вот так называется сейчас скажу ксероформ это для людей хороший порошочек и для орхидеек я тоже применяю я открываю этот коробочку очень удобно сделали упаковочку и беру палочкой для ушей наберу порошочек и обработаю все ранки на влажную поверхность так как я только что обработала перекисью водорода там еще все влажненькая побольше вот так насыпаю я даже не боюсь потому что это хорошее средство я уже ни одно орхидеек этим препаратом спасала я вам покажу даже результат как я ее спасала и что получилось сейчас я закончу с этой колодой вот это что насыпалось ничего страшного главное хорошо обработать срезы которые я секатором повредила и погнили где тут не только я виновата тут еще другие лица виноваты те кто поливал ничего вам спасать сегодня я вам покажу реанимашку которая была без точки роста почти потеряла все корни смотрите сколько она корней нарастила точку роста она не пустила но она опустила детку из-за этой детки мне нужно ее будет посадить сегодня для того чтобы она уже себе развивалась хорошо а потом я думаю посажу я ее сейчас покажу каким способом уникальным беру горшочек здесь хранилась земля для орхидеи не буду его мы ставлю в горшочек орхидейку вот так наискосок на бочок для того чтобы детка была ровненькая и засыплю это все земли землей грунтом для орхидеи она будет у меня как в ямке я не буду ее выше вытаскивать пусть она будет там глубине покажу вот я посадила свою орхидею наискосок вот этот маленькая детка зеленеет потом я досыплю грунт когда она станет большего размера я досыплю и грунта сейчас я досыпать не буду вот таком состоянии она будет у меня расти дальше как я ее буду поливать так как она у меня стояла в воде я набираю в кашпо вот вот столько воды и ставлю ее в это кашпо чтоб корни нижние доставали воды она у меня так все время стояла и поэтому пусть она стоит дальше чтобы она чувствовала свою среду так как она была все время в воде она и будет в воде попа будет у нее сухая это ей ничего не грозит то что загнивание и буду следить за развитием этой деточки за какое время она сможет пойти в силу мне это будет очень интересно и вам надеюсь тоже орхидея месяцев пять наверное не пускала признаков жизни потом все таки я добилась ее роста корней и она даже пустила детку мне кажется что это благодаря всему этому препарату который я вам все время рассказываю такой препарат hb101 здесь всякие вытяжки натуральных трав ну и наверное что-то все равно добавили раз он действует очень хороший препарат попробуйте и у вас все получится у меня получилось из орхидеи которая умирала добиться детки сейчас я вам покажу как она выпустила детку детка нарастила уже достаточное количество корней вот на детки какие-то правда точечки появились и не знаю что это такое я выясню то ли опрыскала я чем-то то ли вода попала я вроде бы не прескала ничего но точечки появились сегодня я буду отделять детку вот она нарастила корешок корни в активном росте и поэтому нужно нам отделить детку он еще один корешок мощный а этот корешок аж пробил листик вот видите какой сильный корень он пробил лист материнского растения и пробрался надо его освободить хотя бы не повредила его о ведь и какой сильный корень я прямо удивилась когда это увидела после того как я отделю детку это протираю перекисью водорода я это материнское растение оставлю и думаю она не даст еще одну детку для того чтобы отделить детку я беру скальпель продезинфицированный протру еще раз перекисью водорода и начинаем отделять детку это немножко сложный процесс но что делать надо же делить детку надо какой стороны к ней подойти а подойти не вот с этой поближе стороны здесь вот в этом месте скальпель я сделаю ей надрез я просто ввожу скальпель не хочу я сильно повредить хочу так ввела скальпель туго идет сложно я еще не делила деток ты первый раз маленькая что у меня получилось это ее корни или мамины корни сейчас будем смотреть получится у меня один корень отделился сложно это дело сложно это дело детку так я не умела ее отделила вот такая детка у меня отделилась этот корешок поломался ну ничего она выживет сто процентов выживет но надо будет нарастить ей корни немножко я неправильно отделила надо было глубже взять сейчас я вам покажу знаете когда нет возможности каждый день отделять деток ты не знаешь как ее отделять если бы я часто их отделяла я бы ее отделила может быть надо было раскопать ведь я тоже фундазолом ее мазала спасала ну ладно как отделила так отделила так отделила теперь что теперь делать теперь буду ждать следующую детку вот это место я сейчас обработаю ее хлорки можно перекиси можно перекиси я залью так как там ранка произошла ничего ну эти корни которые не отделились от детки они пойдут в пользу для мамки ничего страшного пускай будет уже так как получилось так получилось так получилось вот это сниму а в той детки будем наращивать корешочки с мамкой больше делать ничего не будем я думала я смогу так отделить но по-видимому надо было по-другому делить надо было раскопать все взять ее в руки и делить хотя может быть и не получилось бы ладно пусть мамкой живет дальше смотрите видите какая у нее корневая система если она будет стоять в таком состоянии она еще даст одну мне детку мне лишняя детка не помешает это сорт очень красивый я вам скину ссылочку видео чтобы посмотрели какой цвет у этой орхидеи а вот это моя детка вот такая получилась протрем ей листочки это уже будет не детка это будет самостоятельное отдельно взятое растение стволик у нее мощный корешочек у нее вот ее этот жалко я повредила видите как я его порезала неправильно ну ничего смотать его скотчем что ли сейчас хлоргик нет перекисью перекисью обязательно нужно капнуть чтоб затянуло раночки видите и оставить чтоб подсушилась а затем я ее поставлю в препарат HB101 на водную систему когда подсохли мои орхидейки нужно поставить их на хранение для того чтобы они пускали корешочки для этого я придумала такую систему у моей орхидейки кривой корень это не удачно отделенная детка я взяла прозрачную крышечку вырезала в ней дырочку в дырочку свою орхидеечку поставил и налила в стаканчик HB101 и сверху вот так поставила орхидеечку вот смотрите корешочек этот кончиком касается раствора и корешок должен повернуться и этот маленький будет отрастать сама корневая шея когда раствора не затрагивается он немножко на бочок но ничего страшного вот так я его поставлю под лампу пусть стоит немножко наскосок ничего после того как я неудачно отделила детку от своей орхидеи моя орхидея продолжает расти дальше и пускать новую детку в этот раз она пустила детку из точки роста может быть это будет даже продолжение самой орхидейки и она начнет мне цвести я ее уже снимать не буду эту детку так как очень нормально корневая в хорошем состоянии у нее растение крепкое и пускай себе растет дальше шейку я мазала фундазолом наверное вот до этого уровня досыплю коры выше не буду чтобы этот корешочек цеплялся за кору и с ней будет все в порядке вот так моя орхидея будет продолжать свой рост и надеюсь на ее обильное цветение вот такая история произошла с моей орхидеей я вам показала все ее периоды жизни от начала до конца как я лечила ее правда лечила я показывала не на этой орхидее а на леодоре ну не важно принцип тот же самый вы все увидели как это происходило и какими методами я засыпала точку роста чтобы не пошла дальше гниль я очень рада за эту орхидейку она меня порадовала считайте две детки если срезать эту детку она наверняка даст еще одну детку в каком-то месте то ли прикорневую то ли еще где-нибудь но я срезать ее не буду буду ждать ее цветения спасибо всем за внимание до свидания всем хороших цветоносов крепких и жирных корней следующее видео я сниму как я формировала свою орхидею дугой а сейчас посмотрите как у меня это получилось это крупная орхидейка белоснежная когда цветы распускаются дугой это очень-очень зрелищно я оставлю ссылку как я это сделаю до свидания и и в Субтитры подогнал «Симон»